При желании к каждому ребенку можно найти подход. В этом уверена Яна Павловна Шафоростова. Уже седьмой год она работает в 4-й Одинцовской гимназии. Преподает английский язык в младших, средних и старших классах и географию в 11-м, где также является классным руководителем. География для души. Особенно в старших классах она очень интересная. Обсуждать с детьми в английском языке так не прокопаешься в детей глубоко. И мнения их не узнаешь. И в английском мы обсуждаем какие-то темы стандартные, шаблонные, сочинения. А география это уже обсуждение политики, каких-то их мнений. Кстати, работать в школе Яна Павловна не собиралась. Окончив Шолоховский педагогический, 10 лет не помышляла о преподавании. Однако время все расставило по своим местам. Получила второе высшее образование и пришла работать в 4-ю гимназию, где училась сама, а теперь учится и ее сын. Я обожаю сегодняшних детей, если честно. Особенно вот этих детей, которые уже подростки, которые перешли вот этот переломный момент. Особенно старшеклассники 9-й, 10-й, 11-й класса. Это уже такие взрослые люди, сформировавшиеся действительно. И всегда, когда начинают говорить, вот, нынешняя молодежь, там еще что-то, я всегда стараюсь держать лицо, чтобы не показать своих эмоций, потому что нынешние поколения, они замечательные на самом деле. В этом учебном году Яна Павловна стала методистом Одинцовского учебно-методического центра развития образования. Этот опыт педагог считает весьма интересным. Она занимается с молодыми специалистами, проводит для них семинары, конкурсы. И работа, конечно, очень интересная. Во-первых, с учителями района познакомиться, есть возможность какие-то, в том числе учитель года, да, мое участие поспособствовало именно вот это моя методическая работа, потому что дети – это одно, а взрослые – это уже совершенно другое. Участвовать в Учителе года Яне Павловне предлагали неоднократно. В прошлом году она была в жюри конкурса. В этом захотелось самой поделиться с коллегами темой по работе с молодыми педагогами. В итоге стала лауреатом третьей степени на окружном этапе. Оказаться в финале, ну, это было действительно очень непросто. Это из месяца в месяц ты готовишься, у тебя нет вообще свободных вечеров, потому что голова постоянно думает, что нужно сделать. Очень разношерстные конкурсы, этапы на этапах, да, там и проектную работу серьезную нужно сделать, и мастер-класс подготовить, и открытые уроки на чужих детях. Очень интересный опыт. После завершения окружного конкурса у Яны Павловны появились и новые идеи, которые она обязательно станет применять в образовательном процессе. Педагог уверена, для хорошего учителя всегда важно развитие и совершенствование в профессии. В профессии учителя нужно развиваться все время, если ты просто отрабатываешь, отвел уроки, поставил оценки, проверил тетрадки, пара лет, и все, эта работа, она будет как бы поперек горла встанет, она надоест. А если ты развиваешься, если ты, даже те же конкурсы, это невероятно сложно, но в конце это, ну, такое ощущение, как бы, что я такая молодец, я это сделала, я вот смогла, это, ну, это, наверное, ради этого и стоит работать учителем. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Совершенно верно, тот самый.